Здравствуйте, дамы, здравствуйте, господа, и мы все ближе к тому времени, когда я смогу полностью себя оцифровать и передать вопросы ведения канала нейросетям, а сам я буду на Бали со своим новым макбуком, попивая Flat White, смотреть за закатом. Ну а если вам наскучит моя рожа, я готов преобразиться, смотрите, какой я красавец, лизнули вы меня. Ну а если вам надоест мой голос, то решение тоже есть. Все это я сделал с помощью этого сайта. Тут можно выбрать любое изображение и вписать любой текст, а он сделает видео. Да, я согласен, оно выглядит криповенько, но дайте ей время. Дайте время, это то, что я всегда говорю в применении к нейросетям. Вы, наверное, заметили, что с моим взглядом сейчас что-то не то, он какой-то стеклянный, странный, в общем. А дело в том, что я в камеру вообще не смотрю. Да, сейчас я использую нейронку от NVIDIA под названием Contact Eye. Это утилита в программе NVIDIA Broadcast, которая создана для стримеров, чтобы стример занимался какими-то своими делами, но при этом, чтобы зритель видел его глаза. Оно, согласен, выглядит крипово, и все равно я не поднимаю глаза, но он их почему-то спускает вниз. Вот как она работает. Сейчас я смотрю вниз, допустим, что-нибудь читаю с листика, с телефона, но мои зрители видят, что я смотрю прямо на них. Это очень удобно, это позволит в будущем, например, не покупать телесуфлеры, а спокойно читать с телефона. Пока что да, работает корявенько, я не спорю, но, как я говорил ранее, дайте ей время. Всего три месяца назад я снимал видео про нейросети, где... Блин, какая же у ITPD камера хорошая, он такой красивый на этой камере. Блин, я так завидую, хотел бы тоже камеру, чтобы быть на ней очень красивым. Мне приходилось людям объяснять, что такое ChatGPT, что такое MidJourney. Сегодня об этом не знают... Смотрите, какой у них щетина красивая, очки ему подходят. Разве что... Да, да, все об этом знают сегодня. Любая бабка, которая в TikTok зайдет, наверняка увидит блогера, который расскажет, «О, смотрите, что я нарисовал, художники больше не нужны». Да, уже все успели похоронить художников, джуниор-программистов, Но, что если я вам скажу, что этих сервисов не два, а десятки, точнее даже сотни. Сервисы, которые используют машины обучения для того, чтобы делать вашу повседневную жизнь проще, легче и все такое. Сервисы, которые делают, ну прям волшебство, магию, а некоторых из них будет сегодняшнее видео. Ну, а если это видео набирает как минимум 100 тысяч лайков, то я незамедлительно, прям в ту же секунду, начинаю записывать видео на эту тематику. Ну, а сейчас пару слов о спонсоре. Если тебя не пускали в трусики, то усики не помогут, сбривай нахуй. Дядь, если тебя не пускали в трусики, то усики не помогут, сбривай нахуй. Чел, ну за 100 рублей я брить ничего не буду. До 30 долларов по этому промокоду ты сможешь получить на свой баланс на сайте CSGO.RUN. Ну, а затем на этом сайте можно попробовать усовершенствовать свой инвентарь в CSGO. Ну, или усовершенствовать его другому, тут уж как повезет. Это то, что Microsoft соинвестировали 10 миллиардов долларов в компанию OpenAI. Это та компания, которая и делает известнейший чат GPT, и интегрировали сервис чат GPT в свои продукты. И их главный продукт, куда они интегрировали чат GPT, это их поиск... Будет стрим по колде после рейзика? Не, но вот после этого стрима я пойду на твич резидент добивать, чтобы начать завтра видос сделать. Вик, бинго. Давайте честно, кто из вас не то что пользуется, а хоть раз пользовался бингом? Я до недавнего времени не пользовался им ни разу, однако... Если у тебя будет хорошая камера, то все увидят твои бутафорские усы кеку. В чем они бутафорские? Окей, смотри. Это настоящие усы. Они настоящие. Смотрите, они настоящие. Ну я... Ну смотрите, они настоящие. Вы видите? Нахуй ты вырастил шерсть на своем лице. Сразу видно на Урал. По опыту знаю. С ними неприятно. Это настоящие усы, блядь. Так, у Microsoft после недавней презентации не просто так выросли акции, потому что мир верит в бинго. Потому что бинго это теперь поисковик, который полноценно взаимодействует с чат GPT. В бинге есть чат, где вы можете конкретизировать супер какие-то тонкие запросы. Вы можете, например, сказать, проложи мне маршрут по Венеции. В чате бинго с ним можно общаться. И, во-первых, он очень обидчивый. Любая криво сказанная фраза шутка, и она закрывает дело. Вот говорит, я не хочу больше... Да вы меня заебали! Да в смысле? Докажи! Докажи! Не усы! Бородач! Усач! Ты похож на копы из одного фильма. Это не усы, а соломка какая-то. Шестцова пришла запятная... Сука! Это настоящие усы! Блядь, как вы меня заебали, конечно. Сука, вот... Вот реально, вот... Вот что угодно я сделаю, всегда люди находят какой-то подвох. Усы ненастоящие. Я не знаю, я могу... Ладно. Дед, иди нахуй. Я японский учить пытаюсь, а ты тут стремишь. Я в Японии в следующем году собрался. О, круто! Как я там без языка буду. А так, спасибо за стрим. Бля, ебать, я завидую мне, то, что сейчас знакомые в Японии. Бля, пиздец, сам хочу. Бля, сейчас... Вот, вот, морковник, морковник, красавчик. Усы охуенные. Так бы и послал бы тебя нахуй. Да почему нахуй-то? Ну че? А кипишет. Она опять обидела... Вы сейчас забулите меня в ту сторону, чтобы я просто пошел и сбрил усы. Вы твари. Отвратительно с вашей стороны это делать. Ну, если закончил разговор. О каком захвате мира нейросетями мы говорим, если они настолько обидчивые? Bing работает на базе чат-жпт, но он сконцентрирован на поиске информации. В чем его главная крутость? Во-первых, он понимает сложные запросы. А во-вторых, ответом на ваш запрос является компиляция информации с разных источников. Пример. Я спрашиваю у гугла, где лучшие круусаны в Париже. И он мне просто показывает список сайтов разных сайтов. Bing в это же время, опираясь на данные из разных сайтов, делает коротенькое такое резюме. Он дает мне рейтинги и адреса. Поэтому я как пользователь поисковика в Bing получил информации больше, я получил информацию быстрее, и самое важное, она репрезентативнее. В то время, когда мне гугл дает сразу рейтинг, но только с одного сайта, Bing дает их с нескольких. Между прочим, Bing это не единственный поисковик, который работает на базе чат-жпт. Есть замечательный сайт, Perplexity называется, и это по сути поисковик. Но в отличие от Bing, этот поисковик работает на базе гугла плюс чат-жпт. И он так же, как и Bing, отвечая на ваш запрос, компилирует ответ из многих источников. Причем, на мой взгляд, он работает быстрее, у него еще есть расширение для хрома, то есть не надо никакой эдж ставить. Привет, дед. Здарова. Найсусы, ты раз переехал в Грузию, то решил закасплить своего любимого политического лидера Иосифа Джугашвили? Ведь всем известно, что ты гомокоммунист. Я гомокоммунист. По-моему, ты перепутал меня. Слышь, Гавгавыч, если они настоящие усики, тогда сбрей в прямом эфире. Амешки завидуют сигма усам. База, база, морковник, вот сразу видно, человек при деньгах знает. Амешки завидуют твоим сигма усам. Сразу видно, сигма мейла Патрика Бейтмана, сигма момент, законы простые, тогда эти пацанам почитать потери. Спасибо большое. Дед, привет. Шли всех нахуй. Я бы тебе отсосал за такие усики. Не трогай их. Я согласен. Сейчас, пацаны, я отлить быстро схожу. Но я не буду сбивать усы. Погоди. Сбревай эту волосню, рыжие какие-то. Бля, сбревай эту волосню, рыжие какие-то. Как будто час таку не делал и с мандовожками рассаду подхватил. Фу, блядь. Фу, нахуй. Ты меня натуралом сейчас назвал? Пошел нахуй. Я не буду брить свои усы. Сосите хуй. А, вы не в курсе. Для Бинга надо установить Microsoft Edge. Их замечательный браузер, который вы всегда использовали для того, чтобы скачать Chrome. Но Microsoft все-таки нашелихи. Ну, кстати, Edge охуенный браузер. Мне нравится. Лучше, чем Chrome. Это способ заставить людей установить Edge. Войсковик абсолютно бесплатный. Обязательно попробуйте. Вторая новая связана с ChatGPT. Компания OpenAI анонсировала ChatGPT. Плюс чат. Ну, в чат, кто за это, чтобы дед сбрил усы? Морковник, тебе же нравились усы? Блядь, морковник, ебать ты переобуваешься, нахуй. 4. ChatGPT 3.5 сам по себе был очень неплохо. Переобувщик, ебаный. Я так и знал, что ты предатель. К сожалению, он пока что в закрытой бете, я к ней доступа не имею. В нем появился поиск по изображениям. Более того, он может улавливать усы. Они мне нравятся. Точнее, сюжет изображения. То есть, не просто определять какие-то отдельные объекты. Ваза, телевизор, ковер, человек. А сюжет, что происходит на этой картинке. И чтобы вы поняли, насколько все хорошо, точнее, я бы сказал, плохо. О, это надоедливая тупая капча, но это единственное, что нас, человечество, спасает от скайнета. Или нет? Пользователь сделал скрин капча и спросил у ChatGPT 4, где что находится. И тот дал правильные варианты ответа. Все, это финиш. Последний слой защиты человечества был пробит. ChatGPT научился понимать юмор, он может менять характер общения. Ну, кстати, это охуенно. Можете ему сказать, веди себя или... Усы классные, добавляют харизмы. О, ня, какой милый чел, спасибо большое, чувак, спасибо. Усы классные, добавляют харизмы. Все, 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 никакого сбривания усов. А, кстати, я только заметил, у него рюка. Отвечай мне, как... Ну, а теперь это современный лайт-ягами. Ему стоит слово сказать, в интернете головы полетят. Из ведьмака, и он будет это делать. Одной из важнейших фишек в ChatGPT было то, что он... Спасибо, дядя, я нашел всех неверных в чате, кто против сигма усов. А, то есть мне забанить всех, кто плюс писал? Даже спасибо. Дядя, я нашел всех неверных в чате. Кто против сигма умов? Ладно, окей, окей. Я понял, это был твой секретный план. Я понял, я понял. Ты умнична в роковнике. Запоминал ответы и ваши слова. Из-за этого с ним получалось застраивать диалогы. Хватит мне донатить уже, все, давайте видос посмотрим, там интересно. По статистике больше всего усы носят гетеросексуальные стремящие фанаты Геншина. Чел, ну, я большой фанат Фредди Меркури. Вот, раньше он запоминал 3000 слов, сейчас 25000. Это позволит вести беседы дольше и гораздо качественнее. Короче, не успела одна революция появиться, вот уже революция внутри революции. Всего лишь за три месяца вокруг чат GPT возникла целая сеть различных сервисов, которые помогают еще лучше раскрыть потенциал чат GPT. Если вы сейчас попросите чат GPT написать эссе на тему генной инженерии, он это сделает. Но, если вы правильно пропишите... Бля, я думаю, а что если я поставлю камеру так же, как эти педии, типа снизу? Буду ли я выглядеть круче? Еще, погодите. Так. Еще. Так. Так вот. И вот так. Бля, у нее такие баллы не поворачиваются. Вот так. Бля, ебать, выдающийся подбородок, нахуй. Нихуя себе. Нихуя себе. Вот этот подбородок. Роль чата... GPT сказать то, что ты профессор. Вы можете конкретизировать структуру этого эссе, что вот будут такие-то, такие-то разделы. Более того, вы можете чату GPT сказать, опираться только на конкретные источники и их перечислить. Ну, а как правильно оформить этот запрос ему, собственно, этот сайт и помогает. Вообще, их много, но один из них это Prompt Vibes. Он даст вам список промтов и подсказок, которые помогут настроить чат GPT на исполнение определенных функций. Например, настроить чат GPT как сценариста для ролика YouTube. Спокойно, нейросети не прикасались к сценарию этого видео. Знаете, как есть плашки ЭКО, без ГМО и так далее? Скоро будут ролики с названиями Fully Human Work. Короче, на ваших глазах. ЗАГС сейчас происходит магия, он по тайм-кодам пишет сценарий для... Ну, кстати, я подозреваю, что в будущем, действительно, когда начнут все компании использовать искусственный интеллект, чтобы как-то выделиться, будут использовать какие-то игры, допустим, или что-то. У нас все квесты написаны человеком. Типа это чисто, это как, знаете, полностью органическая еда. Это полностью, полностью человеком написана игра. ...видео. То есть вы теперь понимаете, что в чат надо писать не в тупую, а дай мне сценарий для ролика. А вот как его надо расписать. Нейросеть это все еще машина. Она не понимает без конкретики. И для того, чтобы получать от него нормальные результаты, надо понимать, как ему объяснять то, что ты от него хочешь. Поэтому в будущем, возможно, появится некая профессия... Да, да, Player 1 мы читали. ...специалист. Промты это весьма глубокая тема. И у каждой нейросети они свои разные. На сайте есть шаблоны промтов для того, чтобы чат GPT был в роли профессора, который пишет эссе. Очень много шаблонов, чтобы сделать его помощником по программированию, репетитором английского. Но на любое действие находится противодействие. Бурный рост нейросетей привел к тому, что сейчас становится все меньше и меньше оригинального контента. Любой школьник сегодня заходит в чат GPT, пишет себе реферат и что с ним делать? Ладно, если школьник, а если это дипломная работа, и как потом в этот диплом вообще... Здорово, мужики. Дед, у тебя прекрасные усы, и пошел на хуй. Фокс, спасибо большое. Это реально, вот донаты от чистого сердца как будто пишутся. Это так приятно всегда. Вот ты читаешь донатик, и знаешь, что человек написал его с любовью. В каждую буковку вложил столько души. Спасибо большое. Вот в нашем мире, где искусственный интеллект все захватывает, так приятно, ради разнообразия, послушать такой вот приятный донатик. И верить. Именно поэтому параллельно вместе с нейросетями развиваются сервисы, которые идентифицируют работу нейросетей. Пишет вам, значит, чат GPT ваш рефератик, а препод-то не тупой, вставляет текст реферата в Check for AI, и ресурс определяет, что этот текст был сгенерирован нейросетью. Very high risk, лол. Дед, лучшие усы не слушай этих собачек. Чмок-чмок, жду косплей на Солида Снейка. На Солида Снейка? Ну, я не знаю, смогу ли я что-то такое за косплей. Солида Снейк супер-мега-секс. Да кому ты тут мозги паришь? Все знают, что усы фальшивые. Сбривы из уже. Заебал. Я не буду сбривать усы. Кстати, такой же сервис есть и от компании OpenAI, то есть от разработчиков чат GPT. Подобных сервисов сейчас много, будет еще больше, они будут пользоваться очень большой популярностью. Однако, параллельно с такими... Мне кажется, единственным, кто будет против этого, это люди, которые занимаются написанием дипломов за бабки. То есть у них целая индустрия может умереть в считанные секунды. То есть если раньше там проверяли на плагиат, теперь будут проверять просто на искусственный интеллект. С сервисами как Check for AI развиваются сервисы, которые помогают замаскировать работу нейросетей. Понимаете вообще, какая ожесточенная борьба технологий сейчас происходит? Помню, пару месяцев назад было много тиктоков, где ребята говорили, что ой, вот в чат GPT вы можете себе генерировать любой текст, а есть сервисы, где этот текст можно озвучить прям с видео, и залить на YouTube, и зарабатывать бабки. Это уже не работает. YouTube научился идентифицировать работу нейросетей. И эти ролики он топит в выдаче, и они не собирают просмотров. Ну и третья новость, это обновление Mid Journey с версии 4 на версию 5, которая стала еще более круче. Да, еще не успела публика отойти от восторга и шока. А, там вроде исправили хуйню с пальцами, теперь пальцы нормально рисуют. Работ Mid Journey, как они выпускают новую версию 5. В пятой версии появилась возможность выбирать любые соотношения сторон рисунка. Да, в четвертой этого сделать было нельзя. Нейросеть начала лучше рисовать руки, и теперь у людей будет, допустим, пять пальцев. Да, пальцы и шрифты, это две ахиллесовые пяты нейросетей. Ты говоришь, что капиталист, но при этом не натурал. Это как так? Таким капиталистом может быть только Тим Кук. А ты на него не похож. Значит, ты коммунист. Ведь сколько среди них геев? Правильно каждый. Ну и в целом, генерацию изображений по вашим текстовым запросам сделали более качественную, детализированную, лучше тени, лучше, короче, лучше все. Да, только что сгенерировал бомжа в стиле Болинсиага и вышло не отличить от их презентации, короче. Перед вами сейчас пример работы третьей, четвертой и пятой версии Mid Journey с одним и тем же промптом. Подсказками. Рисунки стали лучше, они стали... Дед, нашлись трусики, в которые у тебя не нашлось пропуска. Нихуя себе такое бывает. ...дали качественнее и в них меньше артефактов. Mid Journey это фантастическая нейросеть, ее, конечно, сейчас очень давят авторскими правами, потому что все то, что она генерирует, это есть компиляция тысяч, если не миллионов, изображений других художников. Правда, как определить авторское право, потому что каждое изображение, которое генерирует Mid Journey, использует миллионы пикселей из разных миллионов изображений. Мои усы не рисуются нейросетью в реальном времени, это пиздеж. Если бы это не было пиздежом, то это была бы самая продвинутая нейросеть в истории. Вы не понимаете, дед это простой любитель Российской империи, вон на нем белые щелочки в розовую полоску. Не, нихуя, я ношу черные треники. Вот, а другой вопрос заключается в том, что мне, в принципе, как-то, ну, похуй на политические строи и прочее. Я как-то не парюсь по этой теме. Не, ну это невозможно, это не поддается авторскому праву. Я не знаю, как с этим будут разбираться, неважно. В любом случае, это очень серьезная нейросеть. Здорово, хуйлальчик. Спасибо, что пришел. Надо уметь разбираться в промтах, а это требует больших усилий. Да, промты это, по сути, язык нейросетей. Чтобы понять, как и какие подсказки работают с Миджони, можно просто открыв публичный сервер и смотреть, какие пользователи генерируют картинки и какие теги они при этом используют. Но еще лучше заходить на разные сайты, например, типа этого, где вы можете выбирать разные стили, стиль освещения, глубину резкости, качество, соотношение, материалы, которые будут использоваться в снимке. Затем копируете это и вставляете уже к основным промтам вашего изображения. То есть, этот сайт помогает лучше конкретизировать то изображение, которое вы хотите получить. Допустим, вам надо создать логотип для своего бренда, для своего инстаграм-магазина, для своей кофейни, для своего бренда одежды. Короче, вот это все. Есть много сервисов искусственного интеллекта, где вам помогут это сделать бесплатно. Но самые качественные это следующие. Дезигнс AI. Работает все элементарно. Вы вводите название вашего бренда, например, Джоли Белл. Выбираете направленность бренда, в нашем случае это магазин вещей. Затем выбираете стиль логотипа, текст, инициалы или картинка. Выбираете стиль и иконки, и система вам генерирует огромное количество самых разных референсов. Далее сайт, для того чтобы получить эти логотипы в полном качестве, попросит с вас деньги. Но это не обязательно делать. Можно с этими референсами пойти к художнику, который домолюет, грубо говоря. Но есть сайт еще лучше, брендмарк. Привет, дед. Как ты относишься к порталу Альф Лифи? Охуенная вселенная. А так же было бы классно, если бы ты сделал тирлист Call of Duty. Тирлист Call of Duty, ну для этого нужно по всей части поиграть, в которую я не играл. Айоу, он и бесплатный, относительно предыдущего, и вариацию логотипов, мне кажется, у него куда круче. И более того, они вообще бесконечны. Я мотал, я не знаю, минут 20, они не заканчивались. Но как по мне, самый крутейший это сервис Лука. Изначально делаете все то же самое, выбираете логотип, слоган, стиль и так далее, но здесь можно кастомизировать логотип. Притом, кастомизация достаточно гибкая. В этом смысле нейросети очень помогают, но не тем, что они заменяют художников. Пока что нет. Но они упрощают коммуникацию между заказчиком и художником. Теперь, когда вы набросаете несколько вариантов, вы можете прийти с этими референсами к художнику и сказать, сделай нечто похожее. И таким образом художнику будет лучше понять, а что вы вообще от него хотите. Представьте себе сервис искусственного интеллекта, где генерируется изображение на основании вашего текста, ну как Миджорни, но только в 18+. То место, где вы можете сгенерировать пикантную картинку в самых мелких деталях, которые вы только пожелаете, с изображением. Я видел. Ну или кого-то еще. Главная проблема Миджорни в том, что она очень стерильная. Там не то, что пикантный контент, там даже некоторых политиков нельзя генерировать. В это же время есть ресурс, где со многими вашими любимыми знаменитостями можно сделать все, что вашей блудной душонке будет угодно. Поверьте на слово. Реально все. Вот Марго Робби в платье. Оно может быть белое, черное. Его в принципе может не быть. Я не преувеличиваю, этот сервис реально поражает своими возможностями. И что самое важное, детализацией. Но важно знать промпты, иначе у вас получится вот такое. Женщина-башина, блять. Ссылку на этот ресурс, на этот сервис и на все перечисленные в этом видео и еще на другие будет в моей телеге. Ссылка в описании. По-моему это премия за лучшую интеграцию. Можно будет попробовать, Макина. Вообще сегодня нейросети уже очень сильны в деле обработки фотографий. Десятки качественных и даже бесплатных сервисов, где искусственный интеллект вырежет вам фон на картинке, восстановит качество изображения, колоризирует фотографии и даже их оживит. И один из таких сервисов это MyHeritage, который делает действительно интересные работы по меркам нашего времени. Да, безусловно ему есть куда развиваться, но даже сегодня, если вы сделаете правильный контрастный снимок с пустым фоном, крупный план, вы можете получить прикольную работу. Также на этом сервисе бесплатно можно раскрашивать изображение и он действительно очень качественно с этим справляется. О, сервисы, которые колоризируют снимки, их очень много, например есть Colorize. Здесь также можно повысить четко снимком, восстановить поцарапанные старые снимки. Также есть хорошая бесплатная программа, называется Upscale, где можно увеличить разрешение фотографии, улучшить их четкость, убрать какие-то дефекты. И что мне в ней нравится, это то, что можно выбрать несколько видов обработки. Можно сделать прям мыло-мыло, но зато без каких-либо дефектов, либо их оставить, но повысить четкость. По нынешним меркам работает потрясающе, так еще и бесплатно. Ну а если вам лень ставить программу, то и MyHeritage тоже прекрасно с этим справляется. Следующие нейросети пока что... Бля, вот знаете, типа, это же действительно охуенный образовательный контент. То есть, ну, действительно, блядь, я, по-моему, все, что я знаю про искусственный интеллект, я знаю из видосов Айтипедии. То есть это не какое-то провокационное видео, там, Xbox говно, это не какое-то... Это реально, блядь, хорошо поданный образовательный контент по поводу искусственного интеллекта. Ну, типа, я только респектую за подобную хуйню, потому что я узнал много нового. К сожалению, очень далеки от того, чтобы заменять профессионалов, но дайте им время, как говорится. Если вы хоть раз делали ремонт... Да, реально, Шевцов мой любимый ютубер. Если вы общались с людьми, которые делают ремонт, вы знаете, какой это ад. Сделать дизайн самому, ой, боже, как это сложно. Найти нормального дизайнера, это сложно, еще очень дорого. Дизайнеры озверевшие, очень страшный у них центр. Все, теперь это официальный канал фанатов Айтипедии. Ну, очень страшные условия. Это самое мерзкое, чем можно заниматься, наверное, в этом мире. И существуют сервисы, которые проектируют вашу квартиру. Им достаточно просто сфотографировать вашу комнату. Да, буду честен, работает пока так себе, но нам важно зафиксировать, как оно работало, чтобы потом мы поражались тому, насколько же далеко шагнул прогресс. Пока мы спорим, а что будет с программистами, а что с художниками, есть профессия, у которой еще более туманное будущее, это переводчики. Пользуетесь ли вы Google-переводчиком? Если да, то забудьте про него, потому что есть куда более прокачанный переводчик, который работает на нейросетях. Чей перевод более контекстный и человеческий? Переводчик называется DeepL. Я категорически советую этот переводчик, он кратно лучше Google-а. Он лучше понимает контекст, он более человечный, он бесплатный. Ну, там есть, конечно, платные подписки, но они вам не нужны. Зайдите, попробуйте. С переводами мы не закончили, а только начали. Мистер Бист сделал охуенную тему. Короче, Мистер Бист сделал что-то абсолютно уникальное. Прикиньте, оказывается, на Ютубе есть такая функция, которая сейчас в бета-версии, которую дали не всем креаторам, но заключается она в чем? У тебя есть ролик на английском языке, очень популярный, но ты как бы мог бы найти студию, которая, допустим, на русский это сделает, на каком-то отдельном канале, но тебе это банально не нужно. Вот у Мистера Биста был русскоязычный канал, он этот канал закрыл. Знаете почему? Потому что у Ютуба теперь ты можешь одно видео выложить и загрузить к нему различные звуковые дорожки. То есть русская дорожка, английская дорожка и прочее. Но видео при этом одно и то же. И, соответственно, если кто-то из России попробует смотреть этот видос, у него будет полностью русское видео с русским названием. Но это в оригинале все тоже английское видео, которое получает просмотры из России, из разных стран. И в каждой стране оно на своем языке. Это охуенно. Это великолепная тема, просто пиздец. Но там не искусственный интеллект, он реально типа заказывает все эти переводы, эти звуковые дорожки и прочее, загружает их вместе с видосом. И все, видос доступен по всему миру на родных языках. И по всему миру зарабатывает деньги. И вот один видос. Заебись. Идеальной озвучкой с идеальным переводом, при этом сохраняя фоновую музыку, и при этом давая мне возможность его немножечко подкорректировать. Мало ли где-то был потерян смысл в переводе. Это абсолютнейшая фантастика, магия. Ну, озвучивают аниме-даберы. Бля, круто. Здесь можно менять голос и тип переозвучки. Можно полностью... Кстати, я подписан на эти педиа? Да, я подписан. Заменить аудиодорожку оригинальную, а можно наложить голос поверх нее, чтобы было более естественно. Сервис сделал полный, текстовый и качественный перевод этого видео. То есть, явно не гуглом переводил, возможно, тем же DeepL. Да, сервисы нейросетей взаимосвязаны и дополняют друг друга. И имея этот текст, вы можете его подредактировать. И да, затем голос переозвучит это изменение. У этого сервиса есть бесплатная trial-версия. Попробовать ее точно хватит. Можете просто любой видос загрузить, посмотреть. В шоке будете. Я прям всерьез задумался над тем, чтобы свои ролики переводить там для англоязычной аудитории. Но проблема в том, что, конечно, нейросеть не может передать эмоции. Оно переводит достаточно нейтральным голосом. И в случае с моими роликами, это, наверное, не очень подойдет. Но если вы записываете какие-то гайды, какие-то инструкции... Ну да, да, это открывает целый мир возможностей, на самом деле. Ахуенно. Эти сервисы для вас. Самая важная отрасль, в которой уже в данный момент молятся на нейросети, потому что они создают абсолютное чудо, это отрасль видеопродакшена. Господа, перед вами сейчас настоящее сокровище. Через эту или подобную программу в самом скором будущем все блогеры на ютубе будут создавать контенты. Программа называется Descript. Как она работает? Вы загружаете туда свой часовой ролик. Допустим, это подкаст. Во-первых, искусственный интеллект изучает ваш голос. Затем, ваше видео, он расшифровывает на текст. Затем этот текст вы можете корректировать, либо что-то вырезать, либо что-то... дописывать. И нейросеть будет доозвучивать это вашим голосом за вас. Вам теперь не надо будет доставать камеру и сниматься заново. В деле производства видео нейросети сейчас не просто помогают, они буквально спасают. Особенно, когда проект был заранее записан в плохом качестве, с трясущейся камерой, там, в неправильном разрешении или старая какая-то видеозапись. Есть масса ресурсов, которые помогают восстановить, улучшить и спасти ваш видеоролик. Начнем с волшебной программы, которая мне уже несколько раз помогала, Flow Frames. Она полностью бесплатная и работает очень просто. Вы загружаете туда ролик, допустим, в 15 фпс. Программа его рендерит в 30-60. Как поставите? Насколько я понимаю, сначала программа разбивает видеоролик на фреймы, а затем с помощью искусственного интеллекта генерирует новые кадры, и из-за этого получается очень качественная, плавная картинка. Я не знаю, почему такая программа может оставаться бесплатной. Понимаете? Бля, это такой топ. Сегодня сервис... Сони надо эту хуйню в игры вставлять. ...искусственного интеллекта, который, по сути, выступает прослойкой с чатом GPT, они имеют совесть продавать... DLSS 3.0, блядь. ...подписку, иногда она до 50 долларов в месяц доходит. Итак, что по артефактам? Смотрите, в целом их нет. Но если ваш исходный файл был 14 фпс, а вы рендерите в 60, то они появятся. То есть лучше больше, чем в два раза фпс не увеличивать, иначе артефакты появятся. А в целом работа, ну, просто безупречная. Тем более, некуда деваться, когда файлы испорчены. Стабилизация. Бывает так, что иногда видео ее нет, а ее надо вернуть. Тут на помощь приходит тоже бесплатная программа Hero Flow, но она непростая. В ней надо копаться, смотреть инструкции. Если хочется чего-нибудь попроще, так сказать, one-click, то, пожалуйста, Tapas Video AI. К сожалению, это платная программа, но в целом она неплохая. И, возможно, она не очень сильна в деле стабилизации. Она очень неплоха в том, чтобы обскейлить ваш ролик до 4К. Это очень прекрасный инструмент, который осовременивает старые видео. Вообще, попробовать ее можно бесплатно, у вас просто будет ватермарка, и все. А, есть, правда, сервисы, которые ватермарки убирают, но мы такими не занимаемся. Как я и говорил в прошлом ролике про нейросети, мы живем во времена невиданного ранее роста технологий. Да, да, это правда. Нахер мне фанат с такими ебучими усами? Иди нахуй. И это абсолютно... Бля, нужно, чтобы в донатах был голос этипедии, был бы заебись. Фантастика происходит перед нами. Следите за технологиями, следите за новостями, изучайте, чтобы... Это реально неиронично, очень хороший видос. ...на обочину времени. Вам, зумерам и миллениалам, очень потешно, когда бабушка не может разобраться с банкоматом, не может установить какое-то приложение. Ой, какая она глупая, повелась на мошенников из банка, которые позвонили. Вы можете стать ровно такими же, если не будете держать пальцы на пульсе сегодняшнего технологического мира. Смотрите больше роликов про это, развивайтесь в этой сфере, либо применяйте эти технологии в своих бизнесах уже сегодня. Ну и напомню, что все ссылки на сегодняшние сервисы в моей телеге. Ссылочка в описании. Бра, слушай, нормально. Это действительно интересно, и многое из этого я бы мог даже в видео применять. Круто. Круто. Блин, это реально крутецкий, мое почтение. Ну, тот заслуженный лайк, я считаю. Субтитры сделал DimaTorzok